Добрый день, в эфире Рявунг ТВ. У нас в прямой линии главный продюсер Международного фонда памяти Арноба Баджаняна Армен Сарксианс. Спасибо, что согласились участвовать в нашей программе. Вам спасибо, что вы с нами, что вы освещаете мероприятия, связанные с юбилеем великого человека, выдающегося советского композитора, человеком, которым поистине гордится каждый организм, живущий на планете. 9 октября в Кремлевском дворце состоялась галоконцерт, посвящен 100-летию Арноба Баджаняна. Как прошел концерт? Концерт прошел очень красочно, очень хорошо. В концерте приняли участие, можно сказать, яркие звезды российской эстрады. Достаточно назвать несколько имен, и все станет ясно. Такие, как Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Лариса Долина, Тамара Гверцетели, Лев Лещенко, Кристина Арбакайте, Алексей Глызин, Александр Панайотов. Ну, в общем, там большой был пласт актеров. Впервые песни Баба Баджаняна исполнили Арбакайте, Кристина и Любовь Успенская. Это тоже о чем-то говорит, что спустя почти 4 десятилетия площадь ухода маэстро из жизни, его песни продолжают жить, вызывают интерес у исполнителей, которые очень на высоком уровне достойно исполняют песни Армара Чуновича. А из среди гостей были знаменитые? Ну, вы знаете, я в зале не присутствовал. Когда такие концерты проходят, я всегда нахожусь за кулисами, работаю с артистами. Поэтому, кто был в зале, я затрудняюсь сказать. Но были знаменитые люди, конечно, наверняка были и наши соотечественники, и представители творческой интеллигенции Москвы, российские яркие. Личности популярные. Конечно, были. Конечно, были. Какие мероприятия, посвященные 100-летию Бабаджанин, ожидаются в ближайшее время? В ближайшее время, значит, мы сейчас, вот, 16-го, готовимся к выступлению в городе Ярославль. После чего, 20-го, у нас назначен концерт в Чебоксар, в Чувашии. В Чувашии. После Чувашии мы будем выступать, находиться в Петропавловске, Камчатском. Там у нас будет два ярких события. Официальная презентация школы имени Арноба Бабаджаняна, которая присвоит в этом году имя Арноба Бабаджаняна. Уже пятая школа, да? Уже пятая школа? Это пятая школа в России, да. Она уже работает с сентября под вывеской Арноба Бабаджаняна, но как бы еще официального такого открытия не было. И в рамках нашей поездки в Петропавловск, Камчатск, с первого рамка откроем школу, а потом у нас будет вечером концерт 24-го и 25-го. Там будут два концерта в филармонии с оркестрами из Петропавловска, Камчатска. Там два оркестра соединены воедино. Это камерный и духовой. Ну, чтобы получить качественно такой вот эстрадно-симфонический стиль, жанр исполнения для песенного творчества. Вы знаете, там камерным оркестрам сложно передать ту ритмическую палитру, которые заложены, задуманы композитором в эстрадных песнях. Для этого был привлечен также и духовой оркестр. Там два коллектива. Они будут выступать 24-го и 25-го октября. Ну, я думаю, в октябре уже больше мероприятий не назначены, не поставлены. А в ноябре этот тур будет продолжаться также по городам Сибири. Значит, 20-го мы планируем в ноябре выступать в Красноярске, 24-го в Кемерово. Ориентировочно где-то 27-го мы будем выступать в ноябре в Новосибирске. Сейчас идут переговоры до 15-го ноября, чтобы организовать два концерта еще в южной части страны. Это Новороссийск и Краснодар до 15-го. Но пока еще даты не определены. 2-го декабря мы будем выступать в Смоленске. У нас запланирован концерт с Центральным военным оркестром Министерства обороны, который тоже поездит специально в Смоленск. Там 2-го декабря будет концерт в жанре военной патриотики. Вы знаете, у нас уже пятый год проходит военно-патриотический фестиваль. Главное – отчизне служить. И 2-го декабря выбран день не просто, это день рождения нашего доблестного маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна. Так что вот такие вот еще ожидания. Они дружили, да, с Баграмяном? Арной Бабаджанян дружил с Баграмяном, да? Ну, они дружили, общались и с маршалом бронетанковых войск, Хамазасмом Бабаджаняном, и с маршалом Советского Союза Иваном Христофоровичем Баграмяном. Да, Арной Аркадьевич вообще был очень общительный и коммуникабельный человек. У него был очень широкий круг друзей, с кем он дружил, общался. Из разных областей эти были его друзья. Были и военные, были и офицеры внутренних войск, внутренних дел. Были и врачи, и были ученые. И Арной Аркадьевич вообще дружелюбный был человек. Это ощущается в его музыке, это можно услышать. Дружил с космонавтами, с Алексеем Леоновым. У него песня даже посвященная звездной капитану, нашим космонавтам. У него очень много песен военной патриотики, посвященная ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Так что, вы знаете, это песня «Последний солдат», «Ребята которых нет», «Песня солдатская моя», «Такая нам судьба дана», «Такие патриотические песни». Но, естественно, очень много, большое место в творчестве Арнора Аркадьевича занимает, конечно, в первую очередь любовная лирика. Очень много любовных песен. И «Свадьба», и песня «Загадай желание», и песня «Королева красоты». Ну, что сказать, на все случаи жизни у Арнора Аркадьевича можно найти песню. В любом мероприятии можно найти ту песню, которая созвучна с данным направлением праздника, с данным направлением жанра, с данным направлением искусства. У него все есть. Это универсальный композитор. Это был универсальный композитор, и он оставил богатейшее творческое наследие, которое, я уверен, что с каждым годом набирается новое и новое дыхание, и будет жить, и будут эти песни звучать. Никто в этом даже не сомневается. При этом Арнор Аркадьевич всегда обижался так, когда говорили «великий песенник». Он всегда говорил, что я не песенник, я композитор, который пишет серьезную музыку. И этому тоже есть фактическое подтверждение. Мы знаем, у Арнора Аркадьевича великолепный фортепианный концерт, который известен широкой публике, как героическая баллада. У него замечательный скрипичный концерт, великолепный виолончельный концерт. У него написано «Звездная симфония». У него создана балетная сюита танцевальная, под которую танцевали еще при жизни композитора, на которую сейчас ставится балет в Санкт-Петербурге. У него немало музыки было написано для кинофильмов, где-то 10 кинофильмов, которым он написал музыку. У него была написана музыка пяти спектаклям театральным. Так что это универсальный композитор. Он писал и классическую, и академическую, и камерную музыку. У него замечательный квартет, великолепное трио, замечательная фантастическая скрипичная соната. Это поистине жемчужина армянской композиторской школы. Жемчужина. Слушает ли Бабадянян новое поколение в России? Вы знаете, не только слушают, но и поют. Это очень отрадно, это очень радует. Вот был концерт, 9-го там тоже выступали. У нас есть такой детский ансамбль, который называется «Нотки армора». Эти дети, которые мы отобрали в 19-м году в Москве после проведенного в городе конкурса. Отобрали там у нас сейчас 6 детей. И, кстати, вот на концерте еще у нас появился новый мальчик, который выступал в компании такой ярких звезд, как Филипп Киркоров, Бетрос Киркоров, Зара, Панайотов. Артур Храйнис, очень талантливый молодой человек. Ему там лет 12-13. Но он тоже уже поет песни Артур Храйниска. Конечно, поют дети. Песняное творчество, оно, я скажу, безграничное. Все хотят выступить, все хотят спеть. Все как-то подтягиваются к этой планке. Это радует. Это гарантия, что в будущем новые поколения будут с большим удовольствием исполнять песни Артур Храйниска. Но также и в школах музыкальных дети исполняют классические произведения Артур Храйниска. Вот недавно был концерт 11 и 14 сентября в камерном жанре. И в Москву из Армении приехал Национальный струнный квартет Кумитаваса. И вот в этом концерте приняли участие ансамбль скрипачей музыкальной школы флиера, который сыграл танец по Баджаняне. То есть играют и фортыканные произведения, и струнные произведения, и переложения делают. Ассамблевые и ассамбли исполняют. Конечно, эта музыка, она заразительна. Она, знаете, самое главное в творчестве композитора, в музыке, это мелодия. А Артур Храйниска, он был неподражаемым мелодистом. У него мелодическая линия, она превалирует в творчестве. И это, конечно, привлекает исполнителей, потому что сейчас, знаете, очень много современной музыки, которая, ну, больше раскрывает какие-то ритмические рисунки. А вот у Артур Храйниса акцент поставлен именно на мелодию. Они очень мелодичные его произведения. Неважно, это в классическом жанре, камерном, или тем более в песенном. Поэтому с большим удовольствием исполняется. И я уверен, что еще будут очень долгие годы и десятилетия это исполняться. — А в Армении? — Касательно концертов и мероприятий, связанных с Арменией, вы знаете, у нас было официальное заявление фонда, что пока не пройдет годовщина этих кровавых трагических событий, которые были в прошлом году, мы ничего организовать не будем. В связи с этим мы мероприятия в Армении передвинули на 22-й год. То есть после 1 октября этого 21-го года мы будем планировать мероприятия, которые будут продолжаться на исторической родине Арнура Тюнча до конца 22-го года. Ну, я думаю, будет очень много красочных событий в Армении. У нас сейчас и переговоры идут с серьезными коллективами, чтобы их перевезти в Армению. Также планируем в рамках этих событий на будущий год также наконец-то открыть экспозиционную часть выставки музея Бабаджаняна и в Ереване, и в Москве. Планируем на будущий год издать полное собрание сочинений Арно Бабаджаняна. Это порядка 30 томов. 30 томов мы собрали. Сейчас идет работа над этим проектом. И когда стали уже углубляться и разбивать на блоки, фортипианное творчество, камерное творчество, симфоническое эстраду, мы поняли, что порядка 30 томов выходит. 30 томов это почти полная советская энциклопедия. Там, кажется, было 39 томов. Почти, почти как собрание сочинений энциклопедии получается. Большая советская энциклопедия. И вот творчество, оно будет умещено в рамках этих 30 томов. Ну, работа еще активно продолжается, потому что очень многое еще надо сделать. Немало было сделано, немало. Но очень много еще предстоит сделать. Предстоит открыть музей, предстоит решить вопрос в Москве со сквером, предстоит выпустить полное собрание сочинений, предстоит поднять на подмостки Мариинской сцены, Мариинского театра, балет Бабаджаняна. То есть непочатый край работы. Очень много грандиозных глобальных проектов. Понимаете? И за один год это реализовать практически невозможно в рамках столицы. Поэтому то, что идет такое расширение временных отрезков, проведение юбилея, начиная с 2021 года и заканчивая декабрем 2022 года, это как-то нам помогает, чтобы мы могли бы уложиться, охватить весь объем тех поставленных целей и задач, которые перед нами стоят. Чтобы можно было в рамках этого юбилея, в рамках столетия все выполнить наш, как говорится, гражданский долг перед великим композитором. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, что вы тоже с нами, что освещаете, берете интервью, делитесь с читателями и зрителями впечатлениями артистов, которые принимают участие в этих проектах. Так что какие будут вопросы, я с большим удовольствием вам буду содействовать в этом вопросе, помогать, предоставлять информацию и совладить с артистами, которые тоже будут делиться своими впечатлениями. Спасибо. 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 . Спасибо.